Локи отправляется в поход по зачарованному лесу. Внезапно он попадает в магическую ловушку. Злобный волшебник по имени Олаф предлагает ему сделку. Я освобожу тебя, если ты сможешь разгадать все мои загадки. Прежде всего, расставьте предметы в порядке их изобретения. Олаф показывает Локи колесо, зажигалку, вазу, лук и лампочку. Можете помочь ему расставить их в правильном порядке. Лук – самое древнее изобретение. Затем следует колесо, древнегреческая ваза и лампочка. И, наконец, зажигалка. Затем Олаф показывает Локи две картинки с изображением своей любимой феи. Можете найти три различия между ними? Вот они. Следующее задание для Локи – угадать слово. Даже когда он проходит перед солнцем, он не отбрасывает тени. Что это? Олаф показывает Локи стол с магическими зельями и ингредиентами. Он отметил все ингредиенты цветами, которые они создают при добавлении в зелье. Локи должен догадаться, какие ингредиенты не использовались в этих трех зельях. Можете ему помочь? Для оранжевого зелья нам нужны красный и желтый. Для голубого – синий и белый. А для темно-зеленого зелья нужны зеленый и черный. Так что лишний ингредиент – розовый. Локи разгадывает загадку, и Олаф задает следующий вопрос. Какие камни никогда не найдешь в реке? У вас есть идеи? Сухие камни Следующая задача Локи состоит в том, чтобы прислуживать девушкам волшебника. Роксана говорит. Я не хочу, чтобы в моем коктейле были синие фрукты или ягоды. Кассандра говорит. Я хочу, чтобы в моем напитке был ингредиент, начинающийся с первой буквы моего имени. А Сабрина говорит. Я не хочу никаких желтых или красных ингредиентов в моем напитке. В холодильнике есть три коктейля. Можете помочь Локи распределить напитки между дамами. Второй коктейль желтый, поэтому в нем нет ничего синего. Он для Роксаны. Первый коктейль для Кассандры, потому что в нем есть клубника. А третий напиток – это молочный коктейль с черникой. Так что он подходит к заказу Сабрину. Олаф доволен интеллектом Локи и предлагает ему работу. Локи соглашается и становится помощником волшебника. Его первая задача – убрать на кухне. Тем временем Олаф отправляется в лес за травами. Он натыкается на ядовитое болото и сразу же заболевает. Ему нужно особое зелье. Поэтому Олаф отправляет Локи письмо с помощью своей вороны. Мне нужна твоя помощь. Вот несколько рецептов. Не уходи никуда. Приготовь одно зелье и отправь его мне с вороны. Какое зелье должен приготовить Локи? Можете ему помочь? Олаф говорит, что Локи не должен выходить из дома. А это значит, что он может использовать только те ингредиенты, которые у них есть. Поэтому Локи не может приготовить ни первое, ни третье зелье. Что касается второго, то все необходимые ингредиенты есть у него на кухне. Олафу становится лучше, но ему все еще нужно оставаться в кровати. Поэтому он посылает Локи в зоомагазин. Задача – купить нового кота. Олаф хочет, чтобы он был похож на кота, который раньше жил с ним. Он должен иметь зеленые глаза и одноцветный хвост. Также у него не должно быть черной шерсти. И он не должен быть полосатым. Можете помочь Локи найти подходящего кота для Олафа. Только этот милашка соответствует всем требованиям. На следующий день Олаф отправляет Локи на дикий пляж собирать редкие магические водоросли. Внезапно Локи видит группу красивых дам, стоящих на берегу. Он хочет подойти. Но дамы замечают Локи и начинают удаляться. Локи бежит за ними по песку вдоль воды. Он не может их догнать. Тогда Локи осматривается и понимает, что гнался за феями. Как он это понял? Локи бежал за дамами по пляжу. Но он видит только свои собственные следы. Феи летели. Локи ныряет под воду, чтобы собрать водоросли. Там он видит маленькую русалку. Затем он всплывает на поверхность и снова ныряет. Можете найти три отличия под водой? Вот они. Дочь Олафа – Сальма. Талантливая молодая ведьма. Ей нравится попадать в неприятности. И в этот раз она оказалась в тюрьме. Локи приходит в полицейский участок, чтобы спасти ее. Он платит за Лок, и полицейский собирается освободить Сальму. Одна из этих дам скоро будет на свободе. Можете угадать, которая? Обратите внимание на фотографию в его руке. У Сальмы корее глаза, поэтому нужно освободить вторую заключенную. Локи и Сальма должны вернуться в дом волшебника. Но зачарованный лес полон неожиданностей. У них есть три возможных пути. На первом пути спит огнедышащий дракон. На второй дороге ждет молодой маг, который ненавидит всех женщин. Каждый раз, встречая их, он превращает их в камни. А третья дорога проходит через ядовитое озеро. Вдыхать его испарение смертельно для любого живого существа. Какой путь более или менее безопасен? Ребята могут пойти по второму пути. Сальма не просто женщина, она ведьма. Поэтому она может отражать черную магию. Ребята продолжают идти и видят парк аттракционов. Владелец очень расстроен. Кто-то украл много билетов из кассы. Локи предлагает расследовать это дело. Прежде всего он проверяет записи. Он уверен, что вор все еще находится в парке. Он допрашивает троих подозреваемых. Билли говорит, я катался на карусели, и мне стало очень плохо. Так что я больше ни на чем не буду кататься, даже бесплатно. Майлз говорит, сегодня я отмечаю свой 17-й день рождения. Мы с друзьями трижды прокатились на американских горках. А теперь пора возвращаться домой. А Джессика говорит, я посещаю только колесо обозрения, оно мое любимое. Майлз обманул Локи. Он слишком молод для американских горок. Там висит знак, указывающий, что лицам моложе 18 лет кататься запрещено. Локи и Сальма продолжают путь и находят три яблони. Сальма хочет собрать яблоки для волшебного пунша. Но только одно дерево безопасно. Можете угадать, какое. Все следы ведут к первому дереву, но ни одно животное не уходило от него. Вероятно, там скрытая опасность. На стволе второго дерева есть жуткие руны. Похоже, оно проклято. Поэтому им следует выбрать третье дерево. Тут к ребятам подходит любопытный медведь. Убегая от него, они прячутся в пещере. К счастью, Сальма успела собрать 14 яблок перед побегом. Потому что в пещере они встретили 7 голодных гномов. Гномы требуют плату за убежище. Как Сальма может разделить фрукты между гномами, чтобы каждый гном получил равное количество апельсинов? Это невозможно, потому что у Сальмы нет апельсинов, только яблоки. Наконец, Локи и Сальма возвращаются в дом Олафа. Локи смотрит на крыльцо и говорит «Погодите-ка! Что-то изменилось с тех пор, как я в последний раз видел это крыльцо. У меня есть фотография. Можете ли вы заметить все изменения?» Руны на двери развернуты зеркально. Растение из этого горшка исчезло. Шторы сменили цвет. И количество свечей изменилось. Локи входит в дом и находит Олафа без сознания на полу. На него наложили заклятие сна и украли его волшебные инструменты. Локи допрашивает трех подозреваемых среди соседей Олафа. Кассандра говорит «Я только что вернулась с тыквенного фестиваля. Все могут подтвердить мои слова». Амброуз говорит «Я провел неделю в уединении и медитации в своем подвале. Не знаю, кто это мог сделать». А Роксана говорит «Это не я, но думаю, что это Кассандра. Она завидует, что Олаф решил встречаться со мной. Кто же это сделал?» Внимательно осмотрите ведьмин котел в доме Амброуза. Там есть гравировка с надписью «Собственность Олафа». Значит, Амброуз и есть вор. Амброуз и есть вор. Амброуз и есть вор.